В Мариуполе появились новые символы города. Подкову счастья, кресло желаний, скамейку для влюблённых установили в одном из городских парков. Но больше всего здесь горожан привлекает кресло, якобы исполняющее мечты. Как работает талисман, видели наш корреспондент. Для маленького Егора счастье пока материально. И родители обещают подарить его Егору уже в ближайшее время. Я загадала. Да, я думаю, что она сбудется. А Людмила уже счастлива. Через месяц ждёт первенца. С мужем Александром они вместе 9 лет. И только теперь дождались родительского счастья. В кресле желаний мечтают про самое сокровенное. А на скамейке для влюблённых не стесняются признаваться в любви. Быть с тобой каждую минуту, каждую секунду. И мне переполняет эмоции. Видите, за 9 лет я не разучилась плакать. А того, что мы ждём, это ты подаришь мне ещё двойное счастье. Я двойне буду счастливый. И я тебя очень сильно люблю. Я хочу быть с тобой. И никогда никому не отпущу тебя. Подкова счастья, кресла желаний, скамейка для влюблённых появились в этом Мариупольском парке недавно. Не за счёт бюджетных средств. Все эти обереги установили на пожертвования людей. Мы очень благодарны, что небезразличные люди для мариупольцев делают хорошие вещи. Потому что действительно мало хорошего сейчас. И когда искренне, от души, бесплатно, это люди очень ценят. Жители Мариуполя уверены, подкова счастья и кресла желаний могут стать настоящими талисманами города. И исполнить их самую заветную мечту. Одну на всех. Самое большое желание, чтобы не было войны. Чтобы дети и внуки были живы и здоровы. И вообще все друзья были живы и здоровы. Татьяна Уралова, Александр Доводенко. Специально для телеканала Донбасс.